Ей хочется развиваться любой женщине всегда, но развитие для женщины начинается с чистоты и ненасилия. Если она увидела, что человек по-доброму к ней относится, он деликатно с ней себя ведет, она сразу же начинает развиваться рядом с ним и пытаться понять, что он хочет, что он делает, и постепенно начинает это делать. Но большинство мужчин, они насилуют знанием своих жен, они заставляют там, понял, что надо рано вставать, заставляют жену рано вставать, понял, что так надо питаться, заставляют ее так питаться, и у нее все нутро протестует просто, она никогда не пойдет в сторону насилия. Если хотя бы чуть-чуть насилия происходит, она никогда не будет этого делать в жизни. Приведу пример. У меня жена, я люблю рано вставать с детства, у меня жена с детства не любит рано вставать. Так устроена судьба, что дается человеку всегда то, что он на вырост, чтобы он крепче становился. И я уже знал, что если я ее буду просить вставать пораньше, то будет еще хуже. И я этого не делал. Я дождался, когда она сама начала просить меня, чтобы я ее поднимал, потому что она уже чувствует, что она от этого начала болеть. И я приходил просто к ней утром, потому что я уже раньше вставал, как бы, и говорил. Моя дорогая, вставай, пожалуйста, уже расцвело. И она медленно так... Ну, женщина, когда спит, ей очень трудно от этого оторваться. Она медленно так открывала глаза, смотрела на меня, переводячивалась на другой бок. И если, не дай Бог, мне второй раз сказать, вставай, уже расцвело, она поворачивалась ко мне и говорит, не приставай ко мне. И спала дальше. Не получилось, такой мед не вышел. Какой вышел, сейчас скажу. Я садился просто рядом с ней, сидел, ничего не говорил. И говорю, моя хорошая. И потом, когда я видел, что она уже немножко такая пробуждается, я говорил, я сейчас пойду на улицу зарядку делать. Там такое солнце, птицы поют. И вставал, и шел. Если она не приходила, чаще всего она вставала, сама прибегала посмотреть, солнце действительно светит или нет. А если нет, то я приходил и говорил, прихожу и говорю, там такая кошка прибежала во двор, и тогда она точно уже стала. Она точно мотивируется только любовью и счастьем. Она не мотивируется никакими аскезами, там, что это надо, воля какая-то, что там требуется. Нет, просто чистота, любовь и насилие. Вот что ее вдохновляет. Но есть один метод, который мужчина никогда не сможет применить. Ага, я понял. Этот метод женский. У женщины коллективный разум. Если женщина, подружка ее, позвонит ей и скажет, надо раньше встать, давай встанем пораньше. Она обязательно встанет. Потому что, когда подружка сказала, это уже стыдно не вставать. А когда муж заставил, то сам Бог велел отказаться. Поэтому женщины всегда должны учиться дружить с женщинами, которые развиваются. Им легко будет развиваться, потому что женщина коллективное сознание. Даже когда женщина молится, я желаю всем счастья, пусть слушают. Она должна со всем залом настраиваться, всему залу помогать. Тогда она легко обретает силу. Потому что женщина, она соткана из благословляющей энергии. То есть она благословляет всех. Это ее энергия благословлять, переживать за всех. Заботиться. Это энергия благословения. А мужчина, он сам побеждает. Женщины побеждают коллективно.